С 1 января в Беларуси поменялись условия покупки земельных участков. В силу вступила новая редакция кодексом о земле. Как заявляет в Госкомитете по имуществу, все новации пойдут на пользу гражданам. Так можно будет получить дополнительные земельные участки без аукционы и без реконструкции жилых домов. Это касается юрлиц, а также ИП, которым нужна дополнительная земля для расширения производства. И это только одно из новшеств. Все подробности и нюансы в интервью Панорамы. 1 января вступил в силу кодекс о земле в новой редакции. Давайте остановимся на основных новациях. С 1 января 2023 года разрешены раздел земельных участков, предоставленных для строительства и обслуживания жилых домов. Независимо от раздела таких домов, разрешены изменения целевого назначения, а также раздел земельных участков, предоставленных для строительства до завершения такого строительства, то бишь незастроенных земельных участков. Разрешено изменение целевого назначения участков, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, а также совершение сделок с незастроенными земельными участками. Для того, чтобы совершить названные действия, заинтересованное лицо должно обратиться в соответствующий местный исполнительный комитет. Также одним из условий для возможности совершения названных действий является соблюдение предельных размеров земельных участков, соблюдение градостроительных, природоохранных, пожарных, санитарных норм и правил. А также должны быть соблюдены требования к инженерной и транспортной инфраструктуре, обеспечивающей минимальный уровень инженерного транспортного оборудования земельного участка. А насколько обновленные нормы соответствуют запросам от белорусов взять тот же раздел участка? У нас эти запреты действовали в законодательстве примерно где-то с 2010-х годов, то есть даже немножко раньше. Запрос на эти действия действительно велик. Потому что в тех ситуациях, когда, например, у семьи подрастает новое поколение, есть дети, не хотят улучшить свои жилищные условия, но не могут построить квартиру, допустим, их родители могут разрешить путем совершения этих действий осуществить раздел семельного участка и на втором освободившемся участке, на второй половинке построить для своих детей дом. Это позволит улучшить жилищные условия ряда граждан. Для бизнеса актуальна будет норма, позволяющая изменять целевое назначение участков до завершения строительства. То есть какой-то субъект хозяйства не строил один объект, но в процессе строительства меняется конъюнктура рынка, запрос общества. И вместо предполагаемого к строительству объекта он может его перепрофилировать, строить уже другой объект, не завершая предыдущее строительство. Вот ранее это было запрещено. В последнее время достаточно часто меняется земельное законодательство, а часть норм вступила в село 1 сентября. Насколько они уже себя зарекомендовали? Граждане активно обращаются за приобретением земельных участков частную собственность с применением понижающих коэффициентов. Также исполкомами уже нарабатывается практика по вопросу узаконения самовольно занятых земельных участков. Таким образом можно сделать вывод, что да, они были актуальны. Можно ли сказать, что в Беларуси простой и понятный механизм решения любых земельных вопросов? Новая редакция кодекса земли и те нормы, которые вступили в силу сентября, и были направлены как раз-таки на разрешение таких вопросов, которые долгое время не решались и не могли быть решены. Таким образом, с принятием закона от 18 июля для граждан и для субъектов хозяйственных хватает инструментов для разрешения любых возникающих вопросов в сфере земельных отношений. Субтитры создавал DimaTorzok